здравствуйте друзья наш последний эксперимент с механическим голосом лишний раз показывает насколько подлинный голос силиконовой долины превосходит по тембру и интонации те голоса которые спонтом голоса силиконовой долины может они созданы где-нибудь тут силиконовой долине я не знаю но в общем нет не дотягивает пока друзья не дотягивает вот значит но я не на это конечно это чисто из юмористических соображений но если кто-то принял так всерьез но но это так пошутили значит я что еще хочу сказать я убрал чтоб не смущать никого вижу люди огорчаются что касается истории самой которую там молодой человек рассказывает его зовут александр эта история была но если вы там кто-то слушал значит сначала там на 7 страницах ворде потом на 5 потом на 3 вот она и уже мало потом прислал нам мне прислал и значит когда я свете эту историю прислал по имейлу для перевода звуковой файл она историю прочитала история ее очень как бы сказать зацепила и она мне говорит вот тебе звуковой файл но найди мне этого молодого человека я ему напишу лично вот что я думаю и я надо сказать обыскался молодого человека потому что пошел в ютюбе смотреть там в личке нету пошел в контакте в одноклассниках фейсбуке нету и думаю боже где же я взял потому что она висит на форуме залив орг куда я обычно стаскиваю все из разных мест и потом я уже последним я глянул еще раз на этот залив орг и оказалось что он прямо там написал но поскольку у меня есть административные права на этом форуме то я пошел в его профайл нашел email потому что когда регистрация происходит там есть email ну и соответственно вот поэтому и мэйлу ему светлана отправила рассказ свой тискать но ответ а сегодня с утра мы проснулись и молодой человек значит он так как-то значит обещает отработать как бы вот те совет которые света дала но при этом раз уже появился читатель так он уже прислал историю на 10 страниц она у него когда-то балакается не на 7 на 10 вот но на самом деле у нас так она вышла на 10 у светланы и и он говорит слава богу есть хоть кто-то что можно выговориться вот такая психотерапия получается вот так что мне там говорили что вы первый раз вот так вот поступили можно сказать не по-доброму раньше отвечали сами а теперь какой-то голос поставили зачитывать друзья значит человек у нас присмотрен то есть светлана ему написала своих советов и в общем когда переписка ним никто не забытый ничто так сказать не заброшено вот все все путем у нас там еще женский голос есть но я тогда не буду больше вас это напрягать если только что не будет там на 30 секунд я не знаю но посмотрим во всяком случае конечно видно что числительные он не подхватывает и так ударение ставит такие не всегда правильный такой драматизм в голосе 12 минут читал вопрос понимаете 12 минут он его зачитывал ой да ну хорошо что у нас сегодня сегодня у нас пятница и это не просто так себе пятница а это пятница после дня рождения софии софия на свой день рождения взяла и уехала в канаду на свадьбу к каким-то друзьям значит мы попросим ее может быть сегодня рассказать впечатление о свадьбе если она захочет но в общем приехала она после свадьбы а мы соответственно дня рождения ты не отмечали но мы только такие там она когда вернулась в этом что-то вручили и так шампанского по рюмашки значит там бросили но так как-то все это на бегу поэтому сегодня пятница сегодня у нас такой день как-то с расписанием так получается вообще у нас пятницу вечерних занятий в принципе нет но мы стараемся чтоб не был такой день как бы все гуляют а похоже что и дневных чет не особо есть по всяком случае мы сегодня поедем на винодельню на винодельню и знаете чем тащить вино в офис мы поедем лучше туда где его много и без и без нас вот поедем на винодельню в таком культурном значит в культурной обстановке встретим день рождения софии и просто что называется по enjoy life вот так такой план на сегодня я надеюсь что мы справимся и для вас какой-то репортажик заснимем вот вот эта тема все спрашивают постоянно как отдыхают американцы вот сейчас поедем покажем как отдыхают хотя я могу сказать что это не первый наш поход на винодельню и мы каждый раз в разные места ходим так что вот это будет новая винодельня для тех кто давно нас смотрят и уже видел сколько это виноделина там я думаю что наверное но близко к десятку бывало в разных в разные времена вот сейчас будет еще одна они в принципе все похожи чем-то но и чем-то отличаются это близко здесь недалеко а теперь что у нас получается из последнего дальше у нас новый блогер из флориды александр александр блэквилл я я-то его заприметил очень давно когда он еще был ну совсем юным и вот он в канаду собирался значит студентом и у него был блог там может быть было десяток видео я тогда его уже показывал вот говорю вот смотрите молодежь растет там туда-сюда прошло уже выясняется что чуть ли не года три так странно вроде время летит мне казалось совсем недавно это был два года может половиной в общем он у нас тут теперь будет перековываться в тестеры и как сказать но уже такой матерый получается он на ю тесте там 200 проектов дел или там 200 циклов не знаю там в каких единицах там измеряется то есть я думаю что это такой объект будет достаточно простенький с нашей точки зрения то есть его надо немножко упаковать и такого пинка ему дать на маркет и он там раз прекрасно сам будет функционировать то есть я я не думаю что наша роль вообще сведется к чему-то кроме там такого общего патронажа так можно сказать там с тусовкой познакомить и так далее вообще вчера произошла очень интересная такая ситуация дело в том что у нас фронт-деск там вот это такое место где сидит анастасия заклеена залеплена такими бумажечками с внутренней стороны с настиной стороны где разные люди говорят дайте мне румейтов и мы так в общем сидим обклеены и мы знаем что у нас там полно всего сегодня кстати два человека приезжают одна девочка из германии рамона прям немка настоящий точнее у нее папа хорват но вообще она из германии вот еще один товарищ там должен я надеюсь что мы вам покажем их всех так вот они ночью сегодня приезжают оба и мы так полную верность у нас полно мест куда можно людей селить там туда-сюда и тут приезжает значит вот александр блэквилл и мы начинаем обзванивать а она все где-то уже вот там пристроена или там телефон не отвечает или уже не надо в общем раз 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 так по одному знаете вот и мы сидим в такой задумчивости и что называется чешем репу а тут прибегают двое наших выпускников такие возбужденные хватают этого александра значит и говорят все будешь у нас жить нам нужен румейт я думаю откуда люди восемь часов я как раз сидел видео подвешу восемь часов вечера прибегают люди и значит вот так странным образом значит поступают потом выясняется задним числом что значит когда здесь была наталья квик она с одним из них вот там вместе училась и они знакомы и наталья ему да у них такая переписка своя не год что вот румейт нужен и наталья им гид так бегите прямо сейчас в офис прямо сейчас бегите потому что там наверняка еще сидит вот значит александр и таки да вот они тут же прибежали без звонка без ничего схватили румейта будущего и уволокли вот так так иногда бывает знаете через флориду замкнулась цепочка да так что вот я просим говорю чего на свете только не бывает и сегодня нам надо будет еще в течение дня сообразить куда девать девочку рамону из германии потому что мальчику у нас есть куда дети девочку мы сейчас будем соображать так в перерывах между рюмками так сказать я утрирую бокалы бокалы так что сейчас мы соберемся в десяти там ну десяти не получится уже 1005 ну 10-15 там где-то между 10 15 10 30 мы все соберемся потом погрузимся на стальных коней у нас будет два остальных коня и нас не так много в общем передвинемся вот такой план на сегодня что еще у нас происходит даже не знаю ну так вроде все все ничего все нормально жарко было несколько дней было ужасно жарко потом было несколько дней ужасно холодно а сейчас опять жарко в общем такая странная климатическая аномалия из огня до в полымя нет не так вот какое другое выражение в чем-то холодно то жарко вот это то что у нас погодой происходит по моему сегодня как раз еще ничего плохого такого экстрима никакого нет и холода особого нет и жары особый нет ну посмотрим там на винодельни конечно может быть жарче чем в долине здесь с другой стороны это ближе к океану может быть там действительно по прохладнее вот океан это в горах вот между вот улице по которой мы сейчас едем и океаном это по левую руку там горы и вот в этих горах там есть соответственно винодельни не только винодельни но вообще вот в частности винодельни и как раз там там мы и окажемся буквально через там часок-полтора вот где-то в этом временном диапазоне ну что наверное я тогда с вами уже попрощаюсь потому что так план я вам рассказал за прошлые дела отчитался значит за молодым человеком мы понаблюдаем тут чего-то на него дислайков насыпалась я честно говоря не слежу там за базарами всякими в разных других местах поэтому может он засветился где я я не знаю вот но во всяком случае у нас тут территория как бы такая где все амнистированные раз уже они тут у нас находятся вот поэтому тут все под амнистией счастливо